Традиционный прокол мочек ушей и экзотический пирсинг, оригинальный татуаж и расслабляющий массаж. Все это, оказывается, относится не к декоративным, а к медицинским услугам. И обязательно должно сопровождаться лицензией. Эта новость, как гром среди ясного неба, прогремела для руководства трех современных Цирюлин Саранска. Брикмахерские, которые были проверены, такие как Орфей, как брикмахерская Людмила, как салон красоты студии Велькотской, данной лицензии не имели. Они уверены, что данные услуги не относятся к медицинским. Действительно, соответствующий приказ Минздравсоцразвития России вступил в силу с 2004 года. Почему за пять лет никто из контролирующих органов проверить салоны красоты на наличие медицинских лицензий не догадался, пока вопрос. Тем не менее, с этого дня наружная реклама типа услуги косметологии и массажа может стать прямым сигналом для ревизоров. Проверки прокуратуры, скорее всего, будут продолжены в Октябрьском и Ленинском районах. А это значит, что салонов красоты и парикмахерских, работающих без специальной лицензии, на оказание простых медицинских услуг может оказаться гораздо больше. А в тех учреждениях, что уже проверили, по утверждению сотрудников прокуратуры, не хватало не только лицензий. В ходе проверки нами было установлено, что мало того, что нет соответствующей лицензии, у них нет еще соответствующих условий по оказанию данных услуг. То есть не слишком чисто и не слишком гигиенично, мы бы так сказали, и кушеток нет. По словам Светланы Новаковской, сейчас нарушителям грозит административная ответственность. Парикмахерская Людмила уже оштрафована на 40 тысяч рублей. Однако, по сведениям прокуратуры, ее руководство уже собирает документы для получения соответствующей лицензии. Юлия Алямпина, Ирина Белого, Вести Мордуя.